друзья всем привет видите какая погода все уже растаяло и завтра утром уже мороз вылазит уже этот а ну хочу показать вам вот он вот ну ему сразу тепло стало вот он и полез люцерочка 1 2 тепло так весна короче друзья началась тепло но только сырость я только что ходил с баксиком гулять мы его брали утром в сарай ну пока управились я сейчас небольшой круг сделали большой круг это вот там вот там вот там иду я вот так короче вот там где башня хожу там вокруг домов по асфальту иду короче называется большой круг и вот я ему бывает скажу почти большой круг он идет и там через дорогу бывает можно к нам уж нашему дому повернуть и прямо пойти на большой круг и он всегда тащит туда и свой треток нет саша ты же обещал большой круг так клубничка наша друзья вот так он там индюки ходят ну здесь еще не убрал просто потом все это попиляю на дрова ничего не выбрасывал куры тоже вышли он через имминатор вылазят но у них там принципе еще не сильно растаяло есть и лед от замерзший да ну так все у нас тут отлично хочу вам деревья друзья показать у нас кирпичи рассыпались ну видать мокрый мороз не так это не сжимаются и короче здесь тоже кучка у меня видите вот она перед нее тоже куда-то на огород то ну наверно сюда выброшу скорее всего с деревьями я ничего не делал сейчас когда весна придет я все обкопаю побелю их вот грушка яблонька это кальвий снежный кальвий а это белый налив уму подросло такое конечно уже мой рост вот этот пологорода будет моего отдали ну а здесь я тоже что-нибудь придумаю еще одна груша и черешня друзья думаю покажу пока есть такая возможность гляньте туман какой вот клевер ну я думаю все должно быть нормально посмотрим весной если шоу я думаю если шоу где-то подсажу если он не зайдет хотя он везде вот тут вот здесь вот немножечко слабовато но я думаю он разрастется это же не многолетняя культура поэтому будет все нормально да туман конечно кстати друзья спрашивает по поводу деда он он сам управляется все уже у него все нормально восстановилась потихонечку ходит там насыпает кушать водичку подливает потихонечку убирает наверное ну я так не спрашиваю говорю что вы там сами он говорит ну да все нормально поэтому чтобы я кстати только что проходил там в задних него дома здоровался они там сидели на кухне помахал часто они там сидят видно прохожу когда за домом вот наш дом у нас сзади нету дороги у нас только спереди а у них получается и спереди и сзади есть дорога вот в этом доме только спереди получается вот в этом только спереди Там и спереди и сзади Ну да, есть такие дома Где только спереди получается Так что Такие вот дела Ну и тут буду уже Оно как бы убрано было Ну трава подросла Вот эти Уже весной Пока оно все будет сухое Я сгребу И буду здесь что-то думать Здесь еще деревья вот так посадим Ну короче друзья, все вам буду показывать Друзья Зашел, смотрю Индюшка сидит, думаю покажу вам Видите, в гнезде То есть значит гнезда им подходят Кстати спрашивали Ну советовали обрезать Они и так обрезанные друзья Я же что и поставил Все, сегодня уже было 3 яйца Заходят хозяева Ну видите, на улице тепло Дождь правда идет Ну я думаю уже большим Да, да, да Большим уже индюкам ничего не будет Знаете, защищает Защищает Все у них тут великолепно Вон друзья Я уже Выключил А смотрю Гляньте, еще одна залазит Индюшка А индюк пришел Охраняет их Гляньте, хвостом закрывает А не вышло это Он залазит туда К ней залазит Гляньте А, он хочет ее покрыть Он думает Она села покрываться А она Она несет гнездо Ой, гнездо Яйцо несет Все, прогнала его Да? Не, не хотят Лечи отвечать Ну посмотрим Сколько будет сегодня яиц Друзья, проходил Думаю, покажу Редкий кадр Муха лежит Хе-хе-хе-хе А, нахи-хе-хе А, нахи-хе-хе А, нахи-хе-хе Так Маркиз, друзья Вот, видите Погода Нелетная Сидит Был, вчера пришел Где-то в репяхах Вот тут немножечко еще Остались Повыдирали у него Надо еще выдирать Ну, это надо ножницами Наверное, обрезать Сейчас я ему обрежу Ножницами И еще, друзья Вчера О, бинтамочки сидят Спали вот здесь В этой тарелке Иди сюда Иди Иди до меня на руки Иди Иди Мы сегодня смотрели Они так ходят Заходи Давай Заходи Вот так Молодец Вот, видите Молодец Молодец Воробушек Друзья, кстати Там еще нам писали Подкинуть У того Кривого Мы его Подкидывали Но Отсюда Мы его убрали Потому что Бинтамки Его Клюют Почему я его Сразу и убрал Просто людям Некоторые Написали Говорят А, гляньте Какой орел Или орлица Иди Не, не хочет идти Гляньте Хочет на руке Оп-оп А ты идешь? Заходи 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 На руки Не, не хочет На руки Они так сидят Спят здесь Отлично Здесь Вот только Крайшик Если что Убрать А там Это такой Как бы Я сделал Поддончик То есть Оно Видите Бумага у меня Я бумагой прибил Но оно нормально Как раз Так что Того кривого Друзья Мы посадили Назад Потому что Они реально Начали его клевать Вон он Кстати Видите Он кушает Здесь Вот он Клац Клац Ну а Бентамки Начали его клевать Видать Там Бентамки Бентамкам Было плохо Открыл На проветривание Ну на улице Тепло И в сарае Естественно Теплее намного Бентамки Здесь даже Вроде Аж Лучше Выглядеть Стали Гляньте Мы вот так Я еще Ему так Вот делаю О На Оп-оп-оп-оп-оп-оп Хе-хе-хе Такие Интересные Маленькие Курочки все да от это наверно будет петушок ну а там посмотрим но красивый это же этот серый ой друзья вечером подошел и они сразу на хотел вам показать но они они сидели вот здесь сразу вскочили ходят 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 я печку полностью закрыл ну я имею ввиду потому что она кочегарина хотя и не сильно много сегодня кида такие сырые дрова на улице тепло и сарае друзья тоже хорошо сидят уже сейчас туда-сюда скоро катя придет будем она будет потихонечку начинать управляться я на улице там буду управляться она здесь по месту свиньи лежат я еще не друзья аж испугался смотрю фионка лежит ей конечно очень тяжело у нее петля напухла и она вот так хвостом виляет виляет постояла я смотрю до бетона она под заметала своим хвостом испугался думал у нее ну начала начала пороситься думаю это еще же рановато такие они все нормально да и плохо тяжело от этого и никуда не деться а я друзья занимаюсь пумба тоже лежит эти ноги развалил обычно когда когда холодно он у там возле батареи она тоже теплая и он там лежит кстати друзья спрашивали я постоянно показываю кто может не понял у меня здесь и так вот паровое отопление или как она называется сюда насос не нужен это получается ну система гравитационная вот эта труба под уклоном видите она идет ниже 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 то есть горячая вода вверх поднимается и потом от своего веса спускается и холодная точно также уклон туда то есть она как бы идет вот так вот на конус клац здесь шире там уже ну и по вы получается такой круг то есть насос сюда не нужен и я тот котел поставлю и будет отлично и за счет чего здесь будет здесь будет естественно тепло в этом по в этой половине за счет вот этой вот трубы но это будет труба последний год я ее весной уберу у меня там есть трубы но сейчас чтоб зимой не разбирать а весной поменяю эту трубу большую чтобы как бы чистить там раз в месяц например и все и я там допустим подкидал на ночь закрыл она будет тлеть не нужно чтобы она горела так вот эта печка сгорает допустим ночью ну что именно она греет хорошо батареи где-то часа два а то будет греть часов шесть потому что там будет вода греться за счет углей ну то есть там больше больший объем воды можно будет нагревать расширительный бачок здесь стоит вот он со стиральной машинки там у меня зеркало вон она видите чтоб смотреть сколько воды потому что вода все равно испаряется по немножечку ну короче друзья я когда делал единственное вот тут а вот я прозевал пришлось мне делать я чуть-чуть сбоку сделал надо было по центру и пришлось вот этих вот две два гиба или отвода как правильно они там называются сделать ну работает сегодня купил электроды вот такими я варю хорошие тоже мне нравятся но хотя я не сильно я заварю сварщик самоучка ну такими прямо мне нравится как я заварил и там 2 2 таких запотевания думаю ничего себе специалист как муха тоже лежит гляньте на животе у нее тоже петля как бы увеличивается ну поросица то гляньте какие не дают поговорить а я друзья я уже хотел показать и тут пумба отвлек закрываю потолок ну уже решил сегодня по идее еще не доделаю вытяжка одна вытяжка там у мухи вот это вот вытяжка сюда буду ставить вентилятор ну вот этот вот я его сниму у меня здесь на этой вытяжки был вентилятор то есть я так посмотрел мне три вытяжки как бы хватит с головой даже если сарай будет полными полный свиньями действие вытяжки хватит и получается летом даже если жарко вот у меня окна открываются то есть это окно но нормально держится все четко закрывается а большинство вот это открывается там там снимается ну короче вентиляцию можно здесь регулировать как угодно все такие дела вот обыкновенные то я уже за закрыл потому что сюда дует холодный воздух да да вот сюда прямо дует ну короче с бутылок просто по по обрезал горлышко и дно и скотчем склеил все и отлично великолепно получилось короче я еще друзья по померил вырвал вот этот столб этот столб был но это изначально вот эта стена вот здесь не было эти сарае не были еще мои это я уже потом постепенно выкупал у людей и все понятно все сразу я бы не смог бы а так постепенно и как бы там один выкупил 2 там 3 а сначала изначально были вот так вот вот здесь была стена поэтому вот это вот был вот это был вообще первый загончик для свиней она уже там все погнило гляньте услышали что разговариваю все не дают поговорить но здесь немножечко сегодня бардак будет вентилятор я уже отсоединил провода переделал все всю проводку здесь ну как переделал все закрепил чтобы нигде ничего не болталась все четко выключатель закрепил вот пожалуйста работает ну короче друзья занимаюсь и я посчитал пластика должно хватить вот где-то вот до сюда вас здесь тоже ну пластиком я сегодня не буду закрывать я хотя бы хочу сделать каркас вот я вчера немножко сделал уже сегодня зашил сейчас буду дальше продолжать каркас и вот там тоже на виду порядок немножечко может передвину чтобы был доступ от сюда потому что тут автомат у меня стоит но на всякий случай мало ли где-то что-то замкнула друзья автомат клац выбил мы еще и плюс же штамм дома возле счетчика тоже автоматы стоят короче здесь как бы все предусмотрено я как бы вроде не такой же там специалист ну немножечко там соображаю немножко и делаю как бы по возможности там правильно может некрасиво но главное что она работает это для меня это самое главное друзья а животным ему все равно ты почистил она может прямо сразу в туалет сходить точно так и эти же друзья не переживайте по поводу воды хочу еще ответить им предостаточно они все достают там и плюс сюда немножечко я набираю но уже сегодня набирать не буду потому что я видел как они пьют там воду поэтому как бы гляньте куда он уже достает вот до живота гляньте какой архарец вот его вот видите он туда а поилка получается ему вот по пояс сейчас будет он гляньте он в корыто стал о о о о гляньте гляньте видели то есть он спокойно может попить и один и второй до анаболики до анаболики у вас перхоть перхоть ты шампунь голову моешь ты пятнашка пятнашка друзья растет ну короче все у нее хорошо скоро уже туда-сюда будем кстати друзья мы еще думаем в дальнейшем как бы ну пока есть такие планы либо от нее будем оставлять еще маток себе ну посмотрим конечно как бы что будет за свиноматка сколько шоу но вообще может даже еще и раньше купим какую-то свинку одну доза доза у нас тут рядом есть если шо то есть съездить не проблема там час делов в одну сторону то есть можно будет привести не как бы не составит труда так что такие дела ну друзья все я дальше буду заниматься уже завтра покажу результат кстати хочу покажу друзья сегодня кто-то расклевал яйцо гляньте раз два три четыре а это я замазал 4 яйца там видать 5 было замазали а индюки друзья гляньте сколько сегодня нанесли но это вот такое какое-то маленькое как куриное но это не будем ложить инкубацию потому что даже если с него что-то вылупиться будет негодно и а так вот эти вот четыре хорошие крупненькие яйца так что такие дела все друзья всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно пишите комментарии всем пока